Пожалуйста, уйдите, вам не разрешают снимать. Уйдите, пожалуйста, вам не разрешают снимать. Уйди отсюда. Ты что послушаешь? Мне было очень приятно, что вы меня эти все дни не оставляли. Всем вам огромное спасибо. Вы здесь, на месте, меня поддерживали своим присутствием, а весь Казахстан поддерживал меня в интернете. Василий Иванович, как это приятно. Все-таки у нас добрый, отзывчивый, хороший народ, которым пользуются эти власти. Они пользуются нашей добротой и отзывчивостью. Вы знаете, вот я же задала свой номер телефона, звонят со всех городов. Я прям всем им благодарна. Всем огромное спасибо. Поэтому вы сейчас присутствуете просто физически от всего народа Казахстана. И если я сейчас вас благодарю... Вы не правы, вы не правы. Она же про добро говорит. Я говорю про добро. Я говорю про добро. Она же про добро. Ну что-то добро там. Многим по барабану вообще все в этой жизни. Ну ведь дальше давайте. Я конкретно говорю... Нельзя опускать руки. Нет, я с вами здесь не согласна. Я говорю конкретно, чтобы... Он что-то там сам себя обманывает. Нет, мы себя не отмалываем. Не отмалываем, во-первых. Нет, неравнодушных людей намного больше. Ну что, где они? Где они? Она про добро. Вот так говорят, что там вот, типа, вот это вот. А на самом деле даже боятся, надо выйти на это. А она дальше хотела сказать, что добро... Добро должно быть с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. Правильно. Какое хорошее вы сказали отношение. Эти кулаки надо еще объединить, чтобы была сила. Нет, вместе мы сила. Вы видите, в Уральске, для нашего маленького города, чтобы каждое заседание присутствовало 25-30 человек, это огромное достижение. Я вам правда говорю. Ничего не достижения, Олег, успокойся. Чего вы сами тебя обманываете? Ничего такого нет. Одни и те же лица везде, и все. Нет, нет, были новые лица. Новые? Немного. Нет, каждое заседание было... Были новые лица, это правда. Это правда. Тем более, что вот это началось, что-то момают, что-то сам все так. Начали друг другу, конечно, не так и визит. Народ, который должен был обманываться, начали тоже растягивать. Вы правы. Да я киплюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо говорить, не надо вот это, сам себя обманывать просто. Надо говорить всегда правду и в лицо, и все. Любому. Но люди должны искоренить себе этот страх. Но для этого нужно время, вы понимаете. 30 лет. Подфлюзовы. У нас вроде боятся, что они даже могут. Что они будут еще нигде. Дети там, например, их приклянут, когда вот это, их на органы вычленить сейчас подряд. Помните, на эту площадь приходило по 3 тысячи человек? Я помню те времена, Василий Иванович. 3 тысячи человек? Вся площадь была занята. Когда вот даже, когда даже вот начинали вот там... В 90-х годах здесь проводили митинги-протесты, выходили по 3 тысячи людей. Вся площадь была занята. Говорят, я живу как в благоустроенном доме. И все меньше, меньше, меньше. Откуда сейчас деньги берутся? На твою оплату это заказать. Меньше, меньше, и вот о чем он говорит. Давайте сейчас, да, в подтверждение своих слов, что надо преодолеть страх, я вам сейчас прочитаю кое-что. Да? Корнея Иванович Чуковский. Тараканище. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот с задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке. Волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, тряники жуют. Вдруг из-под воротни страшный великан, рыжий и усатый, таракан, 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 тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 не помилую. Звери задрожали, в оборок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа, так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят. И кричат великану усатому, не кричи и не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами. И назад, еще дальше попятились. И сказал гиппотам, кто злодей не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю, двух лягушек подарю, и еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его, и веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрякача, ай-яй-яй, по лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались, и скричал гиппотам, что за стыд, что за срам. Эй, быки и носороги, выходите из берлоги, и врага, на рога поднимите-ка. Но быки и носороги, отвечает из берлоги, мы врага бы, на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже не дешевы, и сидят, и дрожат по кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы, кропиву забились, и в канаве слоны сохранились, только и слышно, как стучат, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат, и лихие обезьяны подхватили чемоданы, и скорее со всех ног наутек, и акула увильнула, только хвостиком махнула, а за нею каракатится, так и пятится, так и пятится, так и катится. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем, и покорили все звери усатому, чтобы ему провалиться проклятому. А он между ними прохаживает, золоченое брюхо поглаживает. Принесите-ка мне звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери, воют, рыдают, ревут, в каждой берлоге, в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытая чучела бедную крошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру. Увидела усача, закричала сгоряча. Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка! Жидконогая козявочка-букашечка! Не стыдно вам! Не обидно вам! Вы зубастые, вы клыкастые! А малявочки поклонилисься! А козявочки покорилисься! Испугались бекемоты, зашептали. Что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда! Как бы не было нам худо! Только вдруг из-за кусточка, из-за синего листочка, из-за синего... Из далеких исполей прилетает воробей. Прыг да... Прыг! Да чик-чирик! Чик-чирик и чик-чирик! Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. По делам великану досталось ей. И усов от него не осталосья. То-то рада, то-то рада! Вся звериная семья Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, Козлы бородою дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны, Сычи-трубачи трубят, Грачи-скаланчи кричат. Летучие мыши на крыше Платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха Так отплясывает лихо, Что румяная луна В небе задрожала, И на бедного слона Кубарем упала. Вот была потом забота За луной нырять в болото И гвоздями к небесам Приколачивать. Это вот стихотворение, оно было когда-то Посвящено Иосифу Сталину. И вот что я хочу сказать Зачастую боязнь чего-либо Или кого-либо Бывает совершенно необоснованной. Люди сами придумывают себе Поводы для страха И становятся пленниками Этого чувства. Я хочу, чтобы каждый казахстанец Взял в руки, У меня всегда в руках Собой Конституции И говорил, Я народ, Я власть. И всегда указывал этим слугам, Всем служащим, Чтобы они знали, Что они Наши слуги. Не бойтесь, Берите в руки Конституцию И говорите, Что вы личность, Что вы Не Та корова, Одна из двух, Которая стоит в стойле. Вы говорите, Я человек, Я личность. Это наше право, Наше конституционное право. А если за эту правду Нас будут Сажать в тюрьму, Заводить, как на меня, Уголовные, Административные дела, То вы знаете, Пусть сажают, Если за правду Сейчас сажают в тюрьмы, Я скажу, Как Махатма Ганди, Давайте заполним Наши тюрьмы Честными, Справедливыми людьми. Тогда значит, Наш выбор тюрьма, Потому что наш выбор Это свобода слова. Если сейчас За конституцию, За конституционные права, За свободу слова, Гоняются, как за мной, Заводя кучу Административных, Уголовных дел, То, пожалуйста, Значит, Мое место в тюрьме. Я говорю, Как Махатма Ганди, Заполним тюрьмы. Начинайте с меня. Пожалуйста. Лучше пускай Воры, Коррупционеры Идут в тюрьмы. Это в идеале. Это в идеале. Но Махатма Ганди, Это классика Гражданского неповиновения, Он говорил, Когда добивался Независимости Индии От англичан, Он говорил, Что надо только Мирными путями. Именно Гражданское неповиновение. Он говорил, Что надо мирные Какие-то Делать неповиновения. Для этого Он выпаривал Соль морскую, Которую англичане Запрещали делать Это индусам. А в нашем случае Сейчас считается Гражданским неповиновением Говорить Свободно, Открыто О своих чувствах, О своих эмоциях, Выражать их, Снимать видео, Как я. Хотя это все Разрешено Конституцией, Тем не менее, Они мне вменяют, Что я нарушаю закон. Получается, Я нарушаю Конституцию Мирным путем. Ну вот. А получается, Что это они Нарушают Конституцию? Ну они, Да, Конституцию Они полностью Сами, конечно, Нарушают. Но они делают Меня же виноватой. Я вам всем благодарна, Что вы были со мной Все эти дни. Пожалуйста, Будьте и дальше со мной. Потому что Моя история Чем показательна? Что Это В моем лице Я просто физически Представляю Каждым казахстанцем. Это Происходит С каждым из нас. Потому что Почему я так вот Вышла Прям только На общее обозрение? Потому что Люди Сидят И дома Между собой Разговаривают. Они даже Боятся у нас люди Подумать Не то, что Выразить Вслух Свои мысли А думать Так, как я Почти каждый Второй казахстанец. Я вслух Сказала то, что Думает почти Каждый казахстанец И за это Решили меня Наказать. Поэтому Только физически Я Наказываема. А так По факту Получается В моем лице Государство Это власть Правоохранительные органы Решили Решили Наказать Весь народ Казахстана Показать Вот С вами Будет То же самое Не смейте Открывать Рот Не смейте Пользоваться Своими Конституционными Правами Никогда Не имейте Права На свое Собственное Мнение Вы Должны Стоять В стойле Вы Стадо Только мы Имеем Право На свободу Действий И выражения Вот что они хотят Сказать Этим Этим Этими судами Надо мной Я вам всем благодарна Спасибо Все Спасибо большое Они Используют Своё Вроде бы Законное Право Но Они должны Использовать Силу Права А они используют Право силы Да Вы понимаете От свободы Слов У нас только осталось Право Силы Ну это По моему мнению Это открытое преследование За Взгляды Право силы За То что она Требует Свои Права Защищает Свои Права И свободы Что у нас Прописано По конституции Это было преследование Открыто Теперь Они Испугавшись От резонанса Да Подали на нее Заявление Что она Оказывает Неповиновение И какое-то Оскорбление Еще И судья Это принимает Во внимание Что полицейские Сами Нарушают закон Изначально Ну это Знаете Несправедливость Они подталкивают И всему народу Говорят Смотрите Вот мы вам Несправедливость Тотворим Ну что вы Лежите Завтра каждый день Придет вас Завтра каждого Будем На улице Хватать Ловить Судить Понимаете Ну что вы будете делать А мы лежим Мы делаем вид Как будто это будет Не со мной Не с нами С каждым из вас Вот с тобой будет Завтра же Нет сегодня будет Это так же Да И тогда Вот эти люди Которые пришли На поддержку Али Они будут сидеть дома И будут говорить У меня они отпустили С работы У меня там Другие проблемы И все остальное Понимаете в чем дело Это опасно Я хотел бы отметить Вот когда шел процесс Над Алиевой Что достаточно Большое количество людей Прошли и поддержали И это повлияло На решение суда Кстати Да Они конечно Остались на своем Обвинили ее Все Но вынесли Мягкий приговор Да А если бы пришло Не 30 человек А например Стояло там На улице Человек 500 Скорее всего Было бы Оправдательное Потому что Власть уважает Только силу Власть уважает Только людей Граждан Назарбаев Неизвестно говорил Где вам Как я могу дать Демократию В Казахстане Как в Америке Если у нас нет Таких граждан Как в Америке Да Да Поэтому Если там 500 Гражданских Будет Людей Которые осознали Себя граждан Будут стоять Понимая Мы же понимаем Что незаконно судят Человек Мы пришли Наш 500 Она власть увидела Ооо Сила какая Они сразу бы Назад бы Опять Со всеми Отсюда Вытекающими Последствиями Вот Я просто Что еще поняла Из этого дела И всех казахстанцев Хочу предупредить Смотрите С чего все началось Они же шли За мной Из дома Просто показали В суде Кусочек того Что Сзади Вот говорят Обращаются Они вообще По факту За мной Шли Из дома И вот эти вот Жетоны У них были Включены Они меня не предупреждали Что у них Жетоны включены В машине Меня не предупреждали Это была слежка Незаконная слежка Незаконная слежка Они снимают И в любой момент Они сейчас Значит Получается Могут Как сказать Обвинить Потому что Мы же идем По всей дневной жизни И можем все что угодно Сказать Какого Нечаянно Толкнуть человека И это могут Применить Против нас Вы понимаете Ну так что Давайте Всем спасибо Хочу сказать Давайте я вас угощу Чаем Парсаками Хорошо Все спасибо Давайте Всем благодарно Я хотела вам Всем сказать спасибо И будьте пожалуйста Давайте Давайте Берите Здесь еще у меня Кто не пьет с сахаром Конфет Надеюсь Чаепитие Не признают Как акцию протеста Да Это всего лишь Чаепитие Давайте Они на это могут Быть способны Вы все с сахаром пьете А ну хорошо А то я сделала Если что Аскар бери Я вообще удивляюсь Ваше Потому что вы так Состояние силового И психологического Морально-психологического Давления на вас Вы понимаете Вы Это самое Вы таким образом Защищаете себя И суд Будет принять Вашу сторону Ну не знаю Я сказал Должен 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 Ребята Вы разрешаете Этому человеку Снимать данное Действие Нет Пожалуйста Уйдите Вам не разрешают Снимать Уйди Пожалуйста Тихо Уйди 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 Отсюда Ты че послушаешься Ты че послушаешься Просто Вами Уйди 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 Смотри Как Уйди Тихо Ну, я когда скажу, что дедовщина была, но вот до такой степени. Надо всегда говорить, мы не террористы. А вдруг я держу плакат, да? Пустой. Плакат должен быть в следующий раз, стеклянный плакат надо. Ну все, он тебя завтра потащит в административный суд. Тебя завтра потащат, будут судить. Да что? Тоже плакат держал. Потому что чай пил? Нет, плакат держал. Вот, 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 вы плакат держите. Это будет вещественное доказательство. Да, это будет вещественное доказательство. Они докажут, что ты держал плакат. Ну, ничего страшного, если невидимый. Официально поставили новый, да? Смотри, новый. Со всех сторон, чтоб обозревал площадь. Да. А Майя нужно прочитать. А давайте выводим пока. Вообще, городской баспельхат – это площадь расчетовест из пяти. Так они ни разу не дали. Расчет не дали. Это Альбик писал 72 раза заявку подавать. 72 раза тогда кибат отказали. Это расчетовест. Вообще. Я вам всем благодарна, что вы пришли на свидание со мной. Это было свидание. Вы не могли отказать женщине. Пришли. Увидеться. Пришли на это свидание. Видите, на расклад. Я революционер. Нет, нет. Я именно по… Жереби, жереби дали, брата. Они боятся…